Вы на каком основании туда проходите? Ребят, мы поснимаем, уйдем. А куда вы снимаете? Это секретное подразделение. Ребят, у вас есть наличие закон о гостайни? А вы свой документ покажите. А нам жить негде. Мы жители, мы собственники этого дома. А вы кто? А в пол подвала мы не знаем, кто занимает. Извините, что я тут делаю. Есть администрация, поднимитесь сюда, пожалуйста. Поднимитесь, пожалуйста. Позовите главного администратора сюда. Я не подогнинись, меня снимать не надо. Давайте. Это режимно-секретное подразделение. Документы, поднимитесь. А то что же это секретное? Оборонный объект у вас тут? Нет. Министерство обороны? Нет. А что у нас может быть еще секретным в государстве? ФСБ? Расскажите, пожалуйста, ваша фамилия как? Митрохин моя фамилия. Кто вы такой? Я кандидат в мэры Москвы. Ну, пройдите, пожалуйста. Так, мне позовите сюда начальника вашего. Пожалуйста. Так, не трогайте человека. Не имеете права силу применять. Митрохин опустил. Я сейчас вызову подразделение по избытке. Вызывайте. Вызывайте, вызывайте. Вызывайте по избытке. Вы что так себя ведете? Мы живем в этом доме, и мы должны знать, что вы тут творите вообще. Кто вы вообще такой руки протягиваете? Я руководитель режима секретного подразделения. Как называется? Кардиобюро. Кась? Кардиобюро. Мы ничего. А кто вы такие? Частные. Подразделение ФСБ? Вы слышите, или вы будете перебивать? Документы подъявите. Вот я вас спрашиваю. Удостоверение ваше. Петр, возьми телефон, сними это все. Показывайте нам документы. Мы имеем право. Кто вы и что вы? Говорите, пожалуйста. Я называю вашу структуру подразделения. Значит, вы кто такие? Мы жители дома. Собственники. Я не спустился на жопе. Не узнаешь, кто это? Кто это такие? Нет, ребят, давайте кандидату мы его пригласили. Вы собственники пришли. Собственники первого дома. И вы собственники дома. Значит, еще раз. Это их имущество долевое. Еще раз. Значит, этот вопрос разбирался. Разбирался. Здесь были подразделения. МВД. Вы предъявите нам свои документы. Валера, там где? Сдевайся. Вы нам документы. Кому? Скажите, кому? Жителям дома. Жителям дома. Мы что, не имеем права знать, кто вы и что вы? Что у нас творится в подвале? Что у вас творится в подвале? Ну, кто живет? Вернее, кто работает? Какая ваша организация? Вы можете название сказать? ЗАО «Карт-Геобюро». Покажите документы. Извините, еще раз. Вы можете успокоиться? Кто-то говорит, ты можешь нормально. Что вы все на эмоции пришли? Хорошо. Еще раз. ЗАО «Карт-Геобюро». «Карт-Геобюро». Чем занимаетесь организацией? Мы занимаемся картографией. В этом помещении находятся режимные секретные подразделения. По защите государственной администрации. Кто установил режим секретности? Документ есть у вас? Государство. Выдали лицензию. Выдали лицензию. Документы, документы. Вы свой даже не показываете. Кто вы такой? А вы покажите мне свой. Подождите, давайте лицензию. Ну, паспорта покажем. Так, спокойно. Давайте лицензию посмотрим, вашу лицензию. Конечно. Пошли. Пойдемте. Для этого не надо эмоций выдвигать. И руки не надо распускать. Это наш подвал. Наша частная собственность. Правда. И мы должны заходить в свой подвал. Это жилой дом. Секретные объекты они тут сделали. На пороховой бочке людей посадили. Кексаген сюда завозят. А почему колючей проволокой не обнесено? Секретный ваш объект. Вы давайте так. Вот вы все взрослые люди, да? Есть один вопрос. Так, я все, все, все. Давайте как бы будем просто по-людски. Давайте документы. Информация через службу на лоб прошла. А на не все интересные повреждения. Ну, повреждения у меня схватили. Вот так. Схватили. Но повреждения, я не знаю, ценников не помню. Давайте я вам напишу заявление, по почте пришлю. Как он право-то имеет. Давайте тогда объясните, что вы хотите хотя бы напишите. Пойдемте к нам. Давайте, давайте. Пойдемте, напишите, нам можно присесть и посмотреть эту карту. Только если можно, быстро. А вход-то к ним в секретное помещение через салон красоты, да? Да. Ладно, я вам нужен? Вы нет. Мы про вас заявление пишем. Так, что за заявление? На то, что руки, да, распускали. Да, вы запишите его данные. А то он сейчас уходит, товарищ полицейский. Ну, я понял. Я в любом случае, в рамках проверки информации, я буду сейчас туда заходить. Денис Алексеевич. Там тот же самый материал собирается. Денис Алексеевич. Оказывается, полиция у нас может прямо на месте события принимать заявление. Удивительно. Первый раз в жизни. Они обычно нас отправляют в участок туда. Благодарность можно писать. Он меня там мог бы вообще там забить. Он же такой ферзил. Так он подготовленный. Он же физически подготовленный. Это видно. Я его ударю и потом меня во всем обвиню. Примерно. Примерно. Во сколько прошлое обещали? Зашел в подвальное помещение. Через салон красоты Медея. Буравин звонит. Возьмите трубку. Может, без сарказма мне это говорить. Аллах. Да. Ничего, разбираюсь. Объяснение. Да, да, да. Нет, нет нанесения никаких просто скандалов. А немножко за куртку тряпанули. Сейчас я матеменцам. Да он ему рук чуть не вывернул. Я подвергся физическому воздействию человека, представившегося как Урч Денис Алексеевич. Он практически набросился на него. С моих слов записано, верно? Ну, лично прочтительно. Всего доброго. Все? Да. Давайте я напишу здесь. Благодарю вас за оперативку. Сюда не пишут. Ладно. Человек выполнил вообще свою работу. Какие еще благодарности могут быть?